Чем лакомилась Европа 150 лет назад и что ожидает пищевую промышленность уже завтра? В Украине вот оказывается есть проблемы с печеньем, в его составе опасные жиры, и об этом говорят не медики, а украинские студенты. Побывав на выставке современных технологий, они уже знают, чем будут кормить нас завтра и как роботы-дроны, тоже в недалеком будущем, будут бороться с насекомыми вредителями. Шоколад, мороженое, торты, попкорн и даже съедобная посуда. Сладости со всего мира привезли в Германию полторы тысячи производителей. Есть стенды и украинских кондитеров. На ежегодной выставке в Кёльне только самое лучшее и самое новое – технологии, идеи, мастера. Я использую мятный темный шоколад и свежие фрукты для начинки. Здесь малина, вишня, лайм. Это стоит попробовать. Пробовали, смотрели и говорили. 30 украинских студентов, победителей образовательного конкурса пищевые технологии 2018, расспрашивают зарубежных коллег о секретах производства. Ведь здесь можно увидеть не только готовую продукцию, на отдельных стендах техника и даже сырье, из которого делают сладости. У нас в Украине тоже сейчас проблема очень большая с печеньем. У нас все предприятия используют гидрированные жиры, это маргарин, которые очень вредны для здоровья. И вот мы как раз смотрим, какие виды жиров используются в Европе для таких же видов изделия. После выставки современных сладостей в музее шоколада, какими были лакомства 300 лет назад, здесь готовы не только показать, но и дать попробовать. Для студентов пищевых вузов это словно учебник истории мирового кондитерского искусства, который ожил. Если вы хотите понять, что делали в Киеве 150 лет назад, то была такая карамель, обсыпанная сахаром. За право побывать здесь украинские студенты боролись несколько месяцев. Сотни ребят со всей Украины создавали свои проекты. Самые сильные работы в финале защищали перед лучшими украинскими кондитерами. Все, кто здесь присутствуют, победители, они уже будут работать в цифровой экономике. То есть доступ к ресурсам, к рецептурам, технике и технологии для них весь мир. Итальянская Верона – город, известный на весь мир шекспировской историей любви. Но что за блеск я вижу на балконе, там брежет свет, Джульетта, ты как день. Британскую классику Виталии цитируют студенты из Украины. Он будущий аграрий и один из 30 победителей ежегодного конкурса под патронатом благотворительного фонда Бориса Колесникова. Ребята приехали в Верону на одну из крупнейших международных профильных выставок. Просто много людей очень мыслят стереотипно. У кого-то аграрная сфера ассоциируется до сих пор с человеком, который по колено в грязи, который все делает с руками. Афеер Агрикола показывает, что аграрная сфера сделала миллион гигантских шагов вперед. Дроны наступают, говорит харьковчанин Егор Никифоров. Будущий агроном убежден, эти летающие штуки заменяют даже трактор. С их помощью борются с вредителями. Его можно использовать на универсальных, на всех типах полей. На виноградниках, на садах. Можно использовать во влажную погоду, когда трактор не может заехать в поле, например. А этот робот готов собрать молоко у полсотни коров. Сам следит за тем, когда и сколько раз нужно доить буренок. Такого в Украине пока нет, говорит студент Валерий Петруша. Дорого, но очень удобно. После установки такого аппарата фермеру остается только подходить к компьютеру и контролировать процесс. Такой аппарат обличает обслуживание фермы на 99%. Студенты подметили подобные выставки в Украине. Показ модных технологий для больших аграрных предприятий. В Италии – акцент на маленькие семейные фермы. Украина находится в мировом экономическом пространстве. И наше будущее, наши студенты, безусловно, должны видеть, с кем и с чем им придется иметь дело. Сейчас по Киеву едешь, везде написано, кто хочет уехать. Наш фонд для тех, кто хочет остаться. Поэтому чем больше они увидят здесь, тем больше они могут привести в украинскую экономику. Не только будущие кондитеры и аграрии, еще авиаторы, программисты, моряки, железнодорожники и архитекторы. Фонд Бориса Колесникова проводит конкурс для украинских студентов разных специальностей. Победители ежегодно ездят на крупнейшие профильные выставки по всему миру. Чтобы победить, молодым и амбициозным достаточно лишь рассказать жюри о проекте своей мечты. Людмила Горбач, Виктория Малосвитная, Ксения Середа. События недели.